Вот чем раньше люди на Южном Урале занимались, до Великой Отечественной войны? Вы думаете, металл добывали? Ну, в некотором количестве. В основном это была северная зона Оренбургского казачества. Там, где демидовские заводы стояли, за 700-800 километров, Нижний Тагил. Ну, в крайнем случае, это вот Белорецк. Но степная зона, здесь никогда не было производства. Здесь люди всегда жили торговлей. И поэтому, если бы не было Второй мировой войны, здесь был бы город, который бы занимался торговлей. Дело в том, что торговых производств у нас мало. Люди не занимаются в большинстве своем. Они о чем мечтают? Мечтают о том, как бы легко и просто получать заработную плату. Ну, почетное дело, если бы кто-то вам ее платил. Но гораздо проще, оказывается, вести небольшой бизнес. Если вспомните замечательную Анталью, проезжайте по всем улочкам. Магазины, магазины, магазины. Ну, да ладно, магазины. Кафешек у нас в городе не хватает. И таких вот дешевых мест, где можно перекусить. А сделать такие места очень легко. Если вы знаете, где можно за небольшую сумму купить все оборудование. Для бизнеса, для дома в том числе. И вот так получилось, что в Магнитогорске самые низкие цены не на левом берегу. Потому что на левом берегу никогда не были складские помещения. А вот здесь вот, на бывшей базе овощехранилища, ныне почившей. Большое количество торговых центров, пусть они не на вот таких пирогах, но они держат самые низкие цены. И вот сегодня мы для вас открываем мир посуды. Для этого вам необходимо проехать по улице Вокзальной, в сторону хладокомбината, не доезжая до Кругового, повернуть по автомобилистам и автомобилистам 8D. Давайте узнаем, как люди вместе с миром посуды бизнес ведут. Да не рухнул я с дуба. Да, как владелец самого правильного кафе или правильнее ресторана, то есть место отдыха в дословном переводе, я просто обязан плодить конкурентов, заботясь прежде всего о горожанах, пытающихся отдохнуть в неприспособленном для отдыха городе. И о себе, любимом. А иначе-то как? Нет конкуренции, нет движения. Просто это должен понять каждый слесарь и каждый инженер. Что в принципе несложно, откатив Толику малую, не впаривать шашлык из субпродуктов за 1500 рублей за килограмм дохлой свинины, а просто организовать честную кафешку или ресторан и получать за свой праведный труд в 10 раз больше, чем на комбинате в месяц, вложившись весьма более чем скромной суммой. Да потому что это сделать легко. Сейчас. Тем более, что Лехинс показал, где можно за 20-30 тысяч упаковаться по полной. Да, кстати, вот насчет центра. Как можно упаковаться, легко. Тарелка 99 рублей. Большая тарелка 108 рублей. Ну, что еще нам-то? Небольшое умение, как уши приготовить. Как уши приготовить умеет, в принципе, первая русская женщина. То есть, ну, то, что умеете хорошо делать, и вот ваш бизнес уже пошел. Так главное – научиться конкурировать. Ну, с такими монстрами, как я, например. Которые поставили перед собой задачу из города-завода сделать город-сад. Как это сделано в солнечной такой любимой Агаповке, избавившейся от кошмара известково-доломитового производства ОАО «ММК». Понятно, что в Магнитогорске бизнес какой? Кафешный бизнес. Все должно быть дорого и наворочено. На селе таких денег нет. Но на селе так же бьются тарелочки, так же, ну, что-то роняется. Где закупаемся? Здесь вот именно, в этом магазине. Постоянно. А цены вас устраивают? Устраивают. Пока да. Не все, может, как бы в порядке. Побыстрее, конечно, хочется. Вот сейчас в салоне немножко задержка. А так нормальные цены устраиваются, да. Берем сейчас здесь. Я вот сейчас нашел место в Агаповке. Это центральный рынок, где дешевые автомобильные запчасти. А если я, допустим, хочу еще и где-то посидеть, как вас найти в Агаповке? Прилитанская, 40. А что у вас, вкусненького есть? Ну, самое дешевое. Все вкусненькое. Повара прекрасные просто. А вот это и называется. И рыбку съесть, и на сосну залезть. То есть поделиться славой. Потому как возможность-то такая и есть. Сэкономив пять раз от цен сетевиков, с миром посуды и не только. Здесь, на месте благодатном, на складах бывшего овощехранилища, ныне, кормилище бизнеса, упаковаться и делиться счастьем. Жить и работать на земле. Вам не кажется, что крупные торговые центры, которые расположены в городе, нас дурят? Потому что то же самое там по ценам в два раза выше. Они же отсюда, наверное, берут и накручиваются накруткой уже. То есть своеобразный бизнес, да? Да. Раньше, я понимаю, продавец был такой человек жесткий. Ему приходилось ездить в Екатеринбург. А вот тут, получается, местный бизнес. Да. Сюда можно приехать, закупиться и торговать. То есть здесь дешевле получается и разумнее? Да, здесь дешевле. Я вот обращал внимание, что здесь люди немножко, как бы меня боятся, боятся телевидения. Потому что думают, что вот как же, а вдруг мы такие большие, крутые, нам западло приехать. Вот мне лично не западло приехать на вокзальную 8, чтобы купить себе, допустим, оборудование в кафе. Ну, нет, конечно. Приехать сюда и купить что надо. Да я не буду лизать и зализывать. Вы хотели, правда, вы ее получили. Здесь кормятся все диаспоры, да потому что здесь максимально дешево. Ну, да ладно о бизнесе. Давайте о тех, кто понимает, что и хозяйство домашнее не должно стоить космических денег. Ой, отдельным образом необходимо сюда заехать для того, чтобы удивиться и понять, что в этом месте вы можете открывать любой бизнес. Или даже сеть бизнеса. Здесь вы можете купить также папирус из Египта, красные фонарики из Китая. Потому что, ну, вот как-то так все сделано, что вы легко решаете все проблемы. Можете даже сеть кафе открыть. Потому что для каждого отдельного можно подобрать что-то свое. И результат не ударит по вашему кошельку. Потому что все стоит достаточно дешево. То есть, ну, я говорю, порядок цен, ну, тысяча рублей это в максимуме. Сверхдорая кастрюля, пожалуй, только две с половиной тысячи стоит. Ну, и есть такие вот очень приятные вещи, которые просто мимо них не пройдешь и их не оставишь здесь. Что такое? Это копилка. Конечно, такую прелесть потом разбивать, ну, как-то очень бы не хотелось. Уточним. Купить все. Еще раз акцентируем. Купить все задешево. Еще раз надавим на мозоль конкурентов. Купить все дешевле, чем у других. Ну, а если в лом, к примеру, в лом, ухаживать за садом, огородом, а хочется пофилософствовать в тишине, то есть и элементы молчаливого ландшафтного дизайна. Ну, бизнес бизнесом, это понятно. За сумму 20 тысяч рублей можно здесь полностью упаковать приличное кафе. Тарелки 100 рублей. Стаканчики из той же ценовой категории. Но отдельная тема – это введение вашего домашнего хозяйства. Все мы сильно-сильно мечтаем и думаем о том, что когда-то наши сады и огороды будут выглядеть так же, как в Америке. Нет, такого не будет. Но не свойственно нам уплюхиваться и делать сверхдорогие газоны. Это дорогое удовольствие, действительно. Но чтобы все смотрелось приятно. И нет необходимости делать в идеал все вылизывать. Вы даже можете из бардака, ну, легкого бардака, сделать красивые местечки. То есть нет необходимости пенек, допустим, убирать, если рядышком с ним разместить вот такого гномика. Это будет очень красиво. И дорого выглядеть. Потому что символ богатства на Западе – это коллекция из гномиков. То есть мы говорим уже о ландшафтном дизайне. Да не буду вас более грузить. Замечу просто один факт. По сути, то, что сделано, стоит в 4 раза дороже. И слово «взаимзачет» скоро прекратится. Ну а если счастье такое случилось, счастье убедить в силу телевидения и своего таланта, то справедливости ради я просто обязан поделиться с горожанами А. Возможностью начать свой бизнес и Б. Возможностью сэкономить деньги в приличном количестве, если у вас есть мозги и время приехать сюда. И вот так вот мы плавненько разделили информационный пирог. Я наконец-таки ждал, когда все это случится. 10 лет назад все вот лбами сталкивались в одном и том же месте. Я говорю, ну не надо. То есть если есть дилеры автомобильные, ну есть другие конторы, пожалуйста, с ними работайте. ТВИН, допустим, работает с комбинатом, с аффилированными структурами. У телеканала ТНТ своя информационная аудитория. Да, молодежь, но и те, кто смотрит фильм «Бесконечный дом». СТС. СТС неплохо работает на крутых понтах. Но кому-то еще, в конце концов, нужны бутики, в которых товар в 5 раз дороже, чем это здесь. Мы же для людей, для обыкновенного пиплзы, который хочет слушать информацию, передаваемую обыкновенным русским языком. Да, действительно, с деньгами сейчас напряг, и надо экономить. И не западло вам, и с новых кварталов, и вообще с любой точки города приехать сюда, на улицу автомобилистов. Это по вокзальной, до хладокомбината не доезжая. Ну, в принципе, все вы здесь были, не надо мне, пожалуйста, кривых понтов о том, что вы сюда не заезжали. Да, здесь, по сути, бизнесмены. А почему нет? Если они не ездят в Китай, а затариваются здесь, но потом вам перепродают. С другой стороны, вы же можете сюда приехать. И вот то место, где прекрасные гномики, так понравившиеся моему сыну, и вот эти элементы ландшафтного дизайна. Я вам серьезно говорю, поставь сюда все, батарею гномиков, и вы даже не обратите внимание, что здесь ржавый забор. Это нормально. Ведь все же для вас делается, потому что, чтобы подешевле было. Но если вы сюда не успели, потому что склады здесь на автомобилиста 8D работают до 5 часов, извините, у людей тоже, так бы, силы-то кончаются. Вы видели, сколько народу здесь каждый день? То для тех, кто не успел, в Магнитогорске на улице Ленинградской, 15, есть подразделение вот этого самого мира посуды. То есть, пожалуйста, сюда не успели, приехали на Ленинградскую, 15.